МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Если мы смогли предотвратить 1 миллион новых случаев ВИЧ-инфекции у детей, мы сумеем защитить каждого ребенка от ВИЧ, но только если начнем обследовать каждого ребенка. Мы должны закрыть этот пробел и вкладывать больше средств в то, чтобы каждая мать, каждый новорожденный, каждый ребенок и каждый подросток могли пройти программу по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и тем самым сохранить и улучшить свою жизнь», сказал исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк в своем заявлении. Издание продолжает. По оценкам, 34 миллиона человек на сегодняшний день живут с ВИЧ, вирусом, вызывающим СПИД, и более 35 миллионов уже погибло от этой болезни. И отмеченный прогресс знаменует собой значительный шаг в борьбе с одной из самых разрушительных эпидемий в истории. Инфекции были предотвращены благодаря жизненно важным лекарствам, предоставляемым женщинам, уточняет Кейт Тонован, представитель ЮНИСЕФ. По подсчетам исследователей, если инвестировать всего 3 доллара в день в каждого человека, живущего с ВИЧ, в течение следующих пяти лет человечество сумеет полностью победить эпидемию. Газета «Индепендент» приводит слова теолога, который утверждает, что Иисус родился не в Холиву. Эту историю знают все. Иисус родился в Холиву, потому что в гостинице не было мест. Но британский ученый-библеист заявил, если внимательнее прочесть Евангелие от Луки, то Мария, вероятно, рожала в уютной горнице жилого дома. Преподобный Иэн Пол, научный сотрудник Нотингемского университета, разъяснил в своем блоге, цитатом, греческое слово «каталума» было переведено неверно. Традиционно считалось, что оно значит «гостиница». Но в Евангелии от Марка тем же словом названа «горница» — отдельная комната на верхнем этаже, где Иисус и его ученики собрались на тайную вечерю. А Лука называет гостиницу другим словом — «пандокейон», передает журналист Том Мендельсон. Преподобный считает, в Вифлееме Иосифа обязательно должны были приютить родственники. Вероятно, гостевая комната в их доме уже была занята другими приезжими, и Мария рожала в комнате хозяев. А как понимать фразу, что младенца положили в ясли? Самое подходящее место, чтобы уложить ребенка — усланные соломой углубления в нижней части дома, где кормили скотину, пишет Пол. Теолог заключает, Иисус появился на свет не в хлеву, словно изгой, а в жилом доме, в окружении любящей родни. The Daily Beast пишет об 11 политзаключенных, которые, по мнению редакции, заслуживают нашего внимания в будущем году. Материал подготовлен сайтом movements.org. Это новая платформа краундфандинга, созданная организацией, которая борется за соблюдение прав человека. В составе своего материала The Daily Beast публикует статьи об 11 политзаключенных, написанные разными авторами. Среди перечисленных лиц фигурирует иранский лидер студенческого движения Маджид Тавакали. Цитата. Во время восстания 2009 года Тавакали бросал вызов основам иранской теократии и требовал соблюдать элементарные права человека. В 2013 году у министра иностранных дел Ирана спросили, когда будет освобожден Тавакали. Министр ответил, что не знает, кто это такой. Тысячи иранцев вскоре прокомментировали слова министра в соцсетях и через несколько дней Тавакали освободили, пишет Дэвид Кейс, исполнительный директор Advancing Human Rights. Впрочем, когда внимание прессы ослабло, Тавакали снова заключили в тюрьму, где он находится и до ныне. В этой связи Кейс призывает, давайте усилим глобальное давление на иранский режим, чтобы ни один дипломат не мог выйти из своего кабинета без напоминания о многочисленных политзаключенных за решеткой. Издание также приводит истории заключения других людей, сирийского борца за свободу слова Мазена Дарвиша, бесстрашной китайской художницы Люся и других. На сайте Лихаффингтон Пост сообщается, приложение Инстаграм уместило многостраничные романы Эрнеста Хемингуэя в короткие видео длиной 15 секунд. Издание предупреждает читателей, будьте внимательны, материал может содержать спойлеры. Фонд Эрнеста Хемингуэя нашел хороший способ воздать должное американскому писателю. В социальной сети опубликованы анимированные краткие пересказы самых известных произведений романиста, «По ком звонит колокол», «Старик и море», «Прощай оружие». Анимация осуществляется в трех различных стилях. Авторы идеи таким образом популяризуют творчество Хемингуэя и в завершение предлагают перечитать или познакомиться впервые с его оригинальными работами. Журналисты Лихаффингтон Пост добавляют, эти короткие 15-секундные видео не заменят вам полноценного чтения. Редактор субтитров А.Семкин